Два белых бисквита, слегки клубничные и свежая клубника в желе. В кондитерских магазинах знают всех окрестных сладкоежек. Сияющий глазурь, воздушный крем и нежный бисквит. Кто будет считать, сколько сахара в изделии, которые выглядят так соблазнительно? Ученые это называют и сахарной зависимостью, и сухим алкоголизмом, когда человек испытывает непреодолимую тягу к тортам и пирожным. Привыкший к ударным дозам глюкозы, организм требует еще и еще. Сладкоежки буквально не могут остановиться. В таком пирожном в 100 граммах будет калорийность выше, чем в килограмме фруктов. Диетологи такие пристрастия, конечно, не одобряют. Торты и пирожные предлагают заменить на природную глюкозу. Правда, некоторым пациентам строгие запреты неактуальны. Специалисты доказали, любовь к сладкому закладывается генетически. Люди, которые не предрасположены к полноте, они, как правило, и равнодушны к сладкому. Им по наследству передаются такие обменные процессы, при которых у них нет повышенной выработки инсулина. 40% людей не предрасположены к полноте и 60% людей предрасположены к полноте. Заедать неудачи и стрессы сладеньким – метод популярный и действенный, но вряд ли правильный. Эндорфины, которые вырабатываются в организме, способны поднять настроение, но решить проблему таким образом невозможно. Проблемы во взаимоотношениях, в частности, с мужем, с детьми и, как следствие, употребление сладкого. Такие проблемы есть, но они вторичны. Первична проблема в семье, либо в личной жизни. В среднем человек употребляет до 30 чайных ложек сахара в день, тогда как безопасная доза не более 7. Сыпучий углевод содержится и в несладких продуктах. В майонезе, чипсах, колбасе его едва ли меньше, чем в шоколаде. Но запретить белый яд вряд ли возможно. Минздрав может только предупреждать. Ксения Перекосова, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.